всем привет интернет свежая посылка ко мне пришла с алиэкспресс и сегодня у нас будет да моя любимая тема сегодня у нас будет день аккумуляторов на канале и уж так повелось что мои любимые аккумуляторы это кроны которые заряжаются от usb но вот так вот части частенько мне приходится частенько в последнее время работать с такими устройствами у меня впрочем было несколько аккумуляторов на обзоре и тестирование это были аккумуляторы палок которые заряжались от micro usb там было больше в принципе неплохие там было больше вопросов у меня к продавцу нежели к аккумуляторам у меня были аккумуляторы о кисел совершенно мне не зашли очень много вопросов к аккумулятору к продавцу никаких претензий и были аккумуляторы миласта ну вот прям самое то что можно сказать что надо лучше я пока не видел ну и вот вот на распродаже 11 11 вот в таком чехольчике приходит аккумулятор друзья уже ради чехольчика можно купить я заприметил вот такие вот аккумуляторы парочку взял от некой компании тут было написано бай чего бай smart tools от некой китайской компании которая гордо называется smart tools причем аккумуляторы которые заряжаются не от микро юсб от новомодного стандарта юсб тайп си все как видите два выхода до самого аккумулятора и вход никаких индикаторов заряда из чего я сделаю предположение что и соответственно внутри никакого преобразователя не стоит сейчас мы это замерим и соответственно батарейка выдает стоят просто два аккумулятора литий-ионных и соответственно батарейка выдает от 84 вольт и там ниже около 6,5 вольт пока не сядут эти самые литий-ионные аккумуляторы да похоже так и есть 79 вольт у нас выдаёт один аккумулятор 74 вольт а выдает у нас другой аккумулятор соответственно никакого преобразователя там нет там просто есть две литий-ионные банки и максимальное напряжение такого аккумулятора будет 8,4 минимальная но в зависимости насколько отсечет разряд контроллер который стоит внутри батареи на уровне там шести с половиной шести шести пяти вольт ну минимум на что можно разрядить два с половиной вольта литий-ионку для кого-то плюс для кого-то минус с контроллером заряда я имею ввиду с преобразователем своего рода аккумуляторы такие плюс то есть они выдают ровно 9 вольт на всем протяжении разряда но и есть минус преобразователь импульсный создает помехи плюс девайс который питается от кроны он не понимает когда крона сядет здесь же все как бы понятно здесь нет преобразователя здесь девайс вам просигнализирует что крона садится на стартовое напряжение этой кроны fleet как вы понимаете соответственно полезно ее эффективность до того как девайс сядет будет тоже поменьше зато нет преобразователя которого вызывает помехи легкий очень легкий аккумулятор я вам хочу сказать так что сомнения мне берут что 650 миллиампер часов их емкость но китайцы они хитрые они могут указать емкость тех аккумуляторов двух которые стоят внутри то есть сколько там по 325 суммировать они то что мы получим по факту снаружи несмотря на то что на аккумуляторе нет никаких индикаторов они так и есть да нету никаких индикаторов которых бы показывали его текущий заряд да и не нужны по тем объективным причинам которые я озвучил выше нот есть такой индикатор зарядки рядом с портом он светится красным когда аккумулятор заряжается и должен загореться синим когда аккумулятор полностью заряжен и еще этот аккумулятор поддерживает сквозную зарядку то есть в то время как сам аккумулятор заряжается его можно разрежать на мой взгляд очень клёвая такая фишечка можно его воткнуть допустим в металлоискатель к нему подключить правильно powerbank и ходить с этим металлоискателем и искать металл практически вечно ну и во время этой зарядки где-то аккумулятор потребляет наполовину разряженный 570 миллиампер зная емкость аккумулятора мы ее сейчас обязательно выясним можно будет и ток заряда можно будет прикинуть за какое время он заряжается с нуля до ста ну и вы наверное все заметили что аккумулятор собственно большие токи наружу выдать не может то есть внутри стоят явно не высокотоковые литий-ионки я понимаю что девайсы которые питаются от кроны в общем-то больших токов и не потребляет там 30 50 ну максимум 120 150 200 миллиампер потребляет здорово вот эти металлоискатели но тем не менее вдруг кто-то из вас бустер стартенный для автомобиля решит собрать на вот этих самых кронах я вам покажу что такой бустер собрать не получится 7 целых 96 сотых вот сейчас выдает ну можно сказать практически полностью заряженный аккумулятор и я вот сейчас попытаюсь дать у меня не очень тонкая точная нагрузка 50 миллиампер вот они 500 50 миллиампер и семь восемьдесят девять 0,7 вольт мы уже потеряли 130 миллиампер 127 89 ну и максимум сейчас посмотрим 200 миллиампер 7 восемьдесят один напряжение примерно 200 потребляет как я уже сказал какой-нибудь мощники металлоискатель ну и вот попробуем дальше поднимать нагрузку в пол ампера семь с половиной вольт 0,4 вольта потеряли и в один ампер я подозреваю что тут будет очень сильно уже такая просадка 1 ампер до 7 и 2 вольта 1 и 3 ампера полтора ампера ну и давайте покрутим посмотрим может быть его даже отключить плата защиты на каком-то напряжении 3-4 ампера все на 4 амперах вот кстати срабатывает защита и на максимальных токах аккумулятор отключается тоже прекрасно ну а теперь народ самый интересный самое интересное это конечно же тестирование емкости полностью зарядился аккумулятор вот здесь вот так горит вот здесь где-то в этом месте синий светодиод его ни черта не видно вот таким вот его сделали китайцы подготовленный тестер обнулины все на нем показатели я уже выставил ток 150 миллиампер да вот так вот сделал рожу кирпичом и и притворюсь что этот аккумулятор ну вроде бы как сделаем вид что он у нас стоит на каком-нибудь металлоискателей посмотрим сколько на этом токе выдаст он емкости ну в общем то сразу увидите до напряжение аккумулятора 8 вольт затикало у нас время 150 миллиампер ну и вот собственно здесь емкость будет в ампер часах ждем пока он разрядится полностью ну и выясняем емкость ну что друзья закончил разряжаться у нас аккумуляторы я вот уже вангую сейчас вы в комментариях меня закидаете тапками стоячими носками ты мол сам дебил ты нифига не шаришь тупой блогер да офигенские аккумуляторы до китаец вообще не именоваты и вообще на алиэкспресс красавчики ребята аккумуляторы офигенский просто реально действительно очень крутые тут даже емкость больше чем заявлено но есть одно маленькое но и китаец все-таки виноват дело в том что тут емкость заявлено двух аккумуляторов суммарные которые стоят внутри и она даже по факту больше то есть заявлено 650 миллиампер часов по факту аккумулятор нам выдал 390 миллиампер часов то есть суммарная емкость ну где-то 800 миллиампер часов потому что там стоят две литий-ионный lite полимерный литий-ионный полимерный если быть правильно банки каждого по 400 миллиампер часов но они соединены не параллельно а последовательно соответственно емкость не увеличивается увеличивается напряжение а емкость они отдают, как емкость одной банки. И там даже стоит больше. То есть здесь можно было вообще вот так вот легко написать, сколько тут, 390 умножаем на 2. То есть прям вот так написать 800 мАч и все, и продавать. Вау! Блин, еще круче, еще больше. Но это ситуация, друзья, как с пауэрбанками. То есть там пишут емкость аккумуляторов, которые внутри, но есть преобразование с 3,7 на 5 вольт, есть потери на преобразователи и, наверное, запарились производители, вот принимая такие претензии, они наконец-то начали на пауэрбанках писать реальную емкость на рабочем напряжении. Вот я считаю, китаец либо вот здесь должно быть написано, либо китаец у себя в лоте должен был написать, что вот емкость аккумуляторов там 650 мАч, там реал capacity, допустим, сколько там у нас получилось, 390 мАч. Тогда бы претензий вообще к нему никаких не было. Потому что мне вот с этих цифр вообще ровно мне интересует емкость, которую я получу и, соответственно, когда я по аккумулятору, я так и надеюсь получить ту емкость, которая вот здесь указана на рабочем напряжении. Поэтому я считаю, что как минимум на половину суммы, несмотря на то, что как бы вот так, как я объяснил, емкость туда же больше, чем вот вот так вот по-хитрому заявлено на половину суммы, надо открыть спор, чем я сейчас и займусь. И буду очень возмущен, если Алиэкспресс опять же мне не вернет половину денег. Точно так же, как я в свое время возмущался в обзоре аккумуляторов ПАУ. Ну вот народ, теперь я это понимаю. Теперь это по-честному. Пол цены за пол и емкость. Правда, что продавец бухтит, там пожалуйста, используйте профессиональные инструменты для измерения там полностью заряженную батарею. Ну батарея у нас была полностью заряжена, а что профессиональный инструмент? Еще если напряжение будет сниматься по дополнительным кабелям 250 мАч, что ли, лишних? Ну это несерьезно, откуда они тут возьмутся? Поэтому его мы. До свидания. Решение Алиэкспресса у нас 400 рублей принимаем. Ну вот 350 рублей за две батареи. Вот это отлично. Вот за такую цену это просто вах! Конфетки, а не батареи. Ссылочки на которые, как обычно, лежат в описании. На этом у меня все. Оставайтесь на канале. Всем удачи, удачных покупок. Всем пока, до новых встреч.